Сегодня в память жертвам Кавказской войны состоялся траурный митинг в Черкесске. Его провели у памятника жертвам Кавказской войны. Представители власти разных национальностей и поколений нашей республики собрались вместе. Они почтили память тех, кто стал жертвами многолетнего и жестокого противостояния мировых империй. Альбина Ламкова продолжит тему. 160 лет назад завершилась самая кровопролитная Кавказская война. День памяти и скорби по ее жертвам был учрежден для того, чтобы помнить о трагических событиях прошлого и чтить память всех погибших. Дата напоминает о необходимости сохранения мира и согласия между народами. Следствием продолжительной и беспощадной войны стали сотни тысяч жизней. Это трагедия, которая затронула наш народ. Абазины, Абхазы, Адыги, Убыхи, другие народы Кавказа. Так получилось, что они покинули родину. Некоторые погибли, некоторые просто ушли. Осталась лишь горстка людей. Там уже на чужбине они также стали известными людьми. Оглядываясь назад, мы должны помнить о настоящем. Поэтому мы должны сохранять свою культуру, свой язык беречь и идти вперед вместе со всеми народами Российской Федерации. Траурное мероприятие началось с обряда дуа и молебна по погибшим. Затем ко всем обратился председатель правительства Карачаева Черкесии Мурат Аргунов. Сегодняшний день очень важен для нас. Он дает нам возможность еще раз переосмыслить и осознать, какой ценой дается мирное небо над головой. Мы будем хранить память о жертвах Кавказской войны. Трагедия, которая оставила глубокий след в нашей памяти. Испытания того периода не сломили дух наших предков. Благодаря мужеству, силе духа и дальновидности они сумели перевернуть сложные страницы истории. Остаться верному, сделанному однажды, судьбоносному выбору, сыгравшую важнейшую роль для всех народов, отметил Мурат Аргунов, сказав, что этот выбор навсегда любить и защищать свою родину, Россию. Людей, которые могли жить и радоваться жизни, уничтожила война, охватившая Кавказ от Дагестана до побережья Черного моря, породившая эмиграцию северокавказских народов. Мы, жители Карачаева-Черкесии, понимаем, что только через дружбу и взаимопонимание, через уважение к обычаям и традициям соседских народов сможем обеспечить себе достойное будущее. Пусть больше никогда не повторится подобное ни с одним народом нашей великой Родины, где каждый народ имеет право на свою историческую малую родину, на свой язык, культуру и обычаи. Ровно в полдень участники траурного митинга почтили память ушедших минутой молчания. А по завершению официальной части митинга присутствующие возложили венки и цветы к мемориалу в память о павших в ходе Столетней войны. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибока, Вести Карачаева-Черкесия.